ДИНАМО МОЛОДЕЧНО Гомель в гостях играл с Гродненским Неманом. Отличившись на старте первого и второго периода, в хозяева сделали счет 2-0 в свою пользу. За 7 минут до конца основного времени Рыси, усилиями заломая, значительно повысили свои шансы на то, чтобы перевести матч в овертайм. Однако 3 минуты спустя ошибка Рыси в своей зоне перечеркнула все усилия. 3-1 Неман победил и сохранил лидерство в турнирной таблице. Гомель на четвертой позиции, Металлург на шестой. В еще одном поединке в группе «А» юность в серии послематчевых буллитов обыграла солегорский «Шахтер». Футбольный клуб «Гомель» завтра на стадионе «Сдюшор-8» проведет первый в нынешнем межсезонье спарринг. Игра против реческого спутника начнется в 12 часов. Между тем «Зелено-белое» продолжает подписную кампанию. В стане команды сразу два новичка. Соглашение с клубом подписали форвард Антон Шрамченко и полузащитник Дмитрий Терещенко. Антон Шрамченко в минувшем чемпионате провел 28 матчей за Могилевский Днепр и забил 4 мяча. За Могилевскую команду выступал и Дмитрий Терещенко. За Днепр 30-летний футболист провел более 200 матчей. В минувшем сезоне на счету полузащитника 27 игр за Днепр и 3 голевые передачи. Завтра в «Гомеле» гонбольная суббота. Состоятся сразу два матча. Мужская команда гонбольного клуба «Гомель» проведет ответную игру четвертьфинала розыгрыша Кубка Беларуси против столичного «Витязя». Неделя и ранее «Гомельчане» были сильнее минской дружины. Этот матч начнется в 16 часов. В 14.00 на паркет выйдет женская команда «Гомеля». Девушки в рамках чемпионата страны сыграют с «Ургор» БНТУ-2. Оба матча пройдут не на привычной для «Гомельских болельщиков» арене дворца игровых видов спорта, а в спорткомплексе «Локомотив». В предстоящие выходные дома играет и баскетбольный клуб «Гомельсош». В рамках чемпионата Беларуси гомельские баскетболистки дважды сыграют с дублем «Столичного горизонта». В субботу матч начнется в 18 часов, в воскресенье в 13.00. Игры пройдут во дворце игровых видов спорта. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова